лабораторная работа номер 13 построение разреза у нас есть уже готовый план вот этот план я его отодвинул от фасада чуть вправо и провел линию разреза надо иметь ввиду что мы строим первоначально разрез архитектурный есть еще кроме архитектурного разреза конструктивный чем они отличаются на архитектурном разрезе показывается стены расположение перегородок проемов и тому подобные элементы конструкция крыши фундамента не показывается а вот уже на конструктивном все показывается устройство стен крыш подвалов так далее в конструктивный разрез делается во вторую очередь мы начинаем с вами делаем первый разрез поэтому мы делаем его сначала архитектурный дальше где проводится линия разреза линия разреза проводится так чтобы пересекать наиболее сложные конструкции здания в нашем случае у меня будет здесь располагаться вот в этом месте лестничные марши ширина этого лестничного марша 1050 миллиметров 100 миллиметров промежуток между ними и проводим мы так не по срединке а проводим по маршу ближнему к наблюдателю то есть если я смотрю вот так то я должен провести разрез по этому маршу ну и далее должен разрез проходить так через стены и желательно через проемы но у меня попадает здесь в окно может быть так что не попадает ну тогда можно сделать разрез ступенчатый ступенчатый так чтобы он проходил обязательно через проемы определились с положением разреза вот у меня например далее нам необходимо знать как устроена лестница вообще сама по себе и провести расчет этой лестнице сама лестница выглядит так вот это ее упрощенное изображение лестница состоит из площадки и лестничного марша лестничный марш стандартный имеет такие размеры какие показаны здесь то есть элемент который называется проступ 300 миллиметров элемент вертикальный подступенок 150 миллиметров могут быть эти размеры и чуть больше чуть меньше когда делаются лестницы по индивидуальному проекту и мы показываем на чертеже вот именно так упрощенно условное изображение лестницы почему именно так потому что если мы возьмем сейчас это на черте в масштабе полностью устройство то в нашем масштабе например 1 стол мы здесь ничего не увидим вот масштабе стоит этот отрезочек будет сколько там 1,6 миллиметра на что конечно не совсем хорошо поэтому если необходимо показать вот это место полностью конструкцию то делают что узел вот это место показывает отдельно более крупном масштабе дальше для того чтобы сделать наш разрез по лестнице тоже необходимо провести расчет расчет очень простой четыре формулы необходимо знать и необходимо вычислить следующие первое аж маленькая половина этажа это аж деленное аж высота этажа деленное пополам в нашем случае это будет 1500 миллиметров дальше n количество подступенков вот этих кусочков на на половине этажа аж маленькая делить на 150 у нас получается 10 дальше м это количество проступи вот этих элементов это будет n то что мы посчитали минус 1 в нашем случае 9 и d это горизонтальная проекция марша это м количество проступи умноженное на 300 миллиметров в нашем случае получается 2700 миллиметров все расчет готов можем приступать построению по строению по строению чертежа непосредственно чертежа лестничной сначала клетки для построения чертежа нам необходимо вначале построить такую сетку строится она так я включил слой построение беру линия сначала линию вертикальную и вот здесь я от отмечу что стена 1 дальше стена 2 и и отмечу проемы которые у нас ну в принципе проемы можно отметить позже чтобы не загромождать чертеж далее вот эту линию я смещу скопирую и перенесу на 500 миллиметров дальше эту линию я скопирую и перенесу на 2700 миллиметров то есть смотрите у меня одна площадка будет такая таро вот такая да я специально это делаю так чтобы площадки были разные чтобы у нас здесь был проход под лестницей смесь кинул все пока больше ничего не нужно больше ничего не нужно дальше здесь проведем линии горизонтальные отмечаю горизонтальная нас интересует что уровень пола первого этажа то есть отметка 00 раз и и все дальше нас интересует еще копирую половина этажа то есть 1500 и нас интересует еще половина этажа 3000 вот все что мне пока необходимо теперь включаю слой тонкий и далее буду строить моя лестница должна идти вот здесь вот здесь лестничный марш может быть направлен вот так слева направо и справа налево когда в каком случае ну в моем случае должен быть направлен справа налево почему чтобы здесь был вот этот марш шел вверх и под ним был проход поэтому я справа налево но предварительно необходимо построить но такую сеточку проводим линию вертикальную и и далее и и копируем на 300 миллиметров я пишу 300 далее следующие 600 следующая 900 следующая 1200 следующая 1500 потом 1800 далее 2100 и 2400 и последнее все значит я разбил проекцию в соответствии с количеством проступе далее провожу вот так горизонтальную линию и далее копируем копирую сад и смотрите в соответствии с количеством проступенков на половину этажа то есть вот тут это 150 следующие 300 следующие 450 потом 600 далее 750 далее 900 1500 1050 1050 1050 1050 1050 1050 разбил теперь я выделю вот эти полученные отрезочки 1050 вот собственно сеточка у меня и получилась теперь осталось построить контур самого лестничного марша ну чтобы было его видно то я его включу основную линию беру отрезок и строю его справа налево для этого здесь отступаю 300 так то есть у нас начинается марш с площадки то есть эта ступенька она называется фризовая совпадает с самой площадкой и далее по клеточкам вот таким путем строим горизонтально вертикально горизонтально вертикально и если я все правильно построил то у меня последняя ступенька фризовая вот видите так она большая не 3300 а последняя фризовая ступенька будет совпадать с площадкой все теперь видите контур построил теперь точно так же поступаю начиная отсюда сюда 300 и далее по клеточкам вверх так вверх горизонтально вертикально горизонтально вертикально горизонтально вертикально вот так и 300 миллиметров все контур готов теперь надо сделать что надо вот этот марш нам сюда изобразить здесь площадку изобразить площадку ну я ее перенесу порта выключу и смотрите вот размеры запишите эти размеры и постройте вот то что у меня здесь построен это площадка которая нам в дальнейшем понадобится еще раз вот ее размеры значит все я ее построил далее что делаю удаляю эти размеры они мне не нужны так далее вот это все по удаляю это мне уже не нужно вот это 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 а эту линию оставлю и теперь я делаю что копирую и поставить я ее должен вот это фризовая ступенька вот сюда значит я беру ее за эту точку и ставлю вот сюда где фризовая ступенька все поставил один отрезочек могу удалить чтобы один на одном не лежал далее далее надо этот контур марша продить вниз ну можно его с помощью инструмента вот этого удлинить он будет по клеточкам удлиняться поэтому проще его сделать так копировать раз два три все построил теперь такую же надо поставить здесь для этого что мы сделаем выбираем отразить зеркально ну относительно допустим этой оси есть вот она готова у меня и теперь эту же операцию что повторяю беру вот здесь эту точку и ставлю вот сюда не сюда вот сюда да ставлю таким вот образом далее копируем вот вот так теперь ну надо лишнее поубь поубирать обрезаем смотрим вот это у нас стена значит все что там дальше то нам надо убрать 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 здесь то же самое все вот стена здесь все что дальше убираем убрали так теперь обратите внимание что мы разрез делаем по этому маршу этот марш мы фризовую ступеньку у него не видим то есть вот эту часть надо что убрать у этого марша фризовая ступенька есть но она невидима да поскольку она за этой находится так ну и осталось здесь еще сделать что провести ну можно там 150 миллиметров здесь мы это делаем что условно провели и это лишнее обрежем это и это и этот маленький кусочек вот все дальше вот это можем что убрать оно нам больше не нужно все самая главная часть у нас почти построена осталось здесь что поставить ограждение высота тысяча миллиметров и обратите внимание стоечка ставится где вот тут по срединке марша ну включим порта так и вот здесь вот так затем соединяем так соединяем так все готово значит еще раз вот эту часть вот этот марш мы его оставляем выделены толстой линии а вот этот тонкий ну смотрите если я его сейчас выделю тонкой то что он у меня будет то что он будет у меня ну тут совпадать его видно не будет поэтому вот эти линии нам уже которые мы строили для построения более не нужны то есть то есть я имею ввиду вот эти на линии вот эти видите линии поэтому я их могу чистой совестью удалить вот эти удаляю ну и эти соответственно тоже это мне уже все не нужно все это было нужно для построения по строению этим и вот эти вот так теперь теперь выделяем то что должно быть тонкой линии это вот это так все раз и вот эту лестницу вот это все должно стать тонким вот это делаем слой тонкий делаем слой тонкий вот у нас получился чертеж нашей лестнице самая главная часть работы выполнена